Вы слышите Йенни или Лорал? Недавний опрос в Твиттер показал, что 47% людей слышат Йенни, а 53% слышат Лорал. И это породило споры в интернете, которые разделили нацию. Но какое научное обоснование можно найти этому безумию? Одним из первых аспектов является подготовка. Если бы вы послушали эту запись без подготовки услышать Йенни или Лорал, то вы могли бы услышать оба этих имени вместе. Но прочитав их, вы приготовились услышать либо одно, либо другое. Во-вторых, когда вы говорите, вы воспроизводите звуковые волны, которые распространяются по воздуху. Это визуальное изображение звуковых волн оригинальной записи Йенни-слэш-Лорал, созданная Брэдом Стори, профессором речи, языка и слуха. А это изображение того, когда он сказал Лорал. Вы можете заметить, что акустические характеристики очень похожи. А здесь изображение того, когда он сказал Йенни. Акустические характеристики тоже очень похожи. Так что слова Йенни и Лорал звучно более схожи, чем вы могли подумать. Слушаете ли вы это на лэптопе, телефоне или в наушниках, на то, что вы услышите, будет влиять качество звука. Но что если вы слушаете на одном и том же устройстве, но слышите не то, что слышит тот, кто рядом с вами? Возможно, это связано с возрастом ваших ушей. Звуки в слове Йенни имеют частоты выше, чем звуки в слове Лорал. С возрастом наши уши хуже воспринимают высокие частоты, так что если вы слышите Йенни, то скорее всего у вас молодые уши. К счастью, с помощью интернета мы можем услышать оба слова. Классный пользователь Твиттера XXV запостил версии этой записи с пониженной и повышенной частотой. Когда вы послушаете с пониженной частотой на 30%, вы услышите Йенни. Но когда вы послушаете это с повышенной частотой, то скорее всего услышите Лорал. У вашего мозга столько раздражителей одновременно, что он использует существующую информацию и конкретные неврологические цепи, чтобы сконцентрировать внимание. Вот почему на шумной вечеринке вы можете услышать вашего друга рядом с вами, но и переключить свое внимание на другой диалог, если это нужно. Точно так же ваш мозг неосознанно выбирает, на какую частоту в этой записи обратить внимание. Что ж, каков окончательный ответ? Если вы слышите Лорал, то это верно, в оригинальной записи говорится Лорал, но более высокая частота перекрывается, создавая двусмысленность. Большое спасибо за просмотр! Обязательно подписывайтесь на канал оригинала, ссылка как всегда есть в описании. А если вам понравились мои переводы-озвучка, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии и скидывайте это видео своим друзьям. Это не так уж и сложно. Ну а с вами как всегда был Фиди, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok